И сегодня я представлю вам доклад на тему диагностика патологий верхней челюстных базов на основе количественной оценки картин рассеяния света, цифровой диафоноскопии. Можно подбежать? Спасибо. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Вот это. Да, работает, спасибо. На сегодняшний день 20% людей в мире страдают заболеваниями округлосовых базов. При этом в России эта цифра составляет более 10 миллионов человек ежегодно. Данные заболевания затрагивают все возрастные категории населения, в том числе трудоспособную часть населения. Исходя из этого, государство тратит на лечение подобных больных огромную сумму денег. При этом несвоевременная диагностика лечения этих заболеваний приводит к развитию серьезных осложнений, среди которых выделяют внутричерепные осложнения, которые, в свою очередь, в 50% случаев приводят к летальности. На сегодняшний день среди стандартно применяемых и бюджетных методов диагностики заболеваний первичных базов выделяют ультразвуковое исследование, риноскопию, рентгенографию. Однако их применение в клинической практике ограничено в силу необходимости опытного персонала, то есть имеет место в субъективной способности диагноза, что приводит к развитию осложнений и хронизации заболеваний. Более точные методы диагностики, такие как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, являются дорогостоящими. То есть далеко не каждый пациент сможет позволить себе проводить такую диагностику. Кроме того, большая лучевая нагрузка на пациента делает невозможным исследование беременных женщин и детей. Таким образом, своевременная диагностика заболеваний верхней челюстных базов, которая была бы безопасна, безболезна и позволяла бы проводить оценку качества лечения, позволяла бы исследовать все категории населения, является актуальной задачей современной отоларингологии. На сегодняшний день активно развиваются методы оптической визуализации, среди которых выделяют метод цифровой диафиностопии. Метод заключается в тонировании верхней челюстных базов безопасным и безболезненным низкоинтенсивным излучением, визуализации картины рассеяния света с помощью цифровой камеры и последующей цифровой обработки получаемых изображений. Однако существующие на сегодняшний день технические решения к цифровой диафиностопии характеризуются, прежде всего, отсутствием диагностических критериев и методологических рекомендаций по применению. Кроме того, требуется расширение области применения технологии, так как сегодня технология применяется только для диагностики фронтитов, то есть заболеваний лобных базов, а также требуется минимизация технических решений с применением более компактных цифровых камер. С целью обоснования специализированных медико-технических требований к нашему устройству была поставлена первая задача по разработке численной модели распространения оптического излучения с учетом пола, анатомических особенностей пациентов и оптических характеристик исследуемой области, а также их изменений при наличии или отсутствии логических изменений. Для этого была разработана 3D-модель верхней челюстных базов, которая состояла из 8 основных слоев – это дерма, эпидерма, гиподерма, столовая нёбная кость, слизистые оболочки верхней челюстных базов, непосредственно сама верхняя челюстная базов и дополнительный слой в виде патологического изменения. При этом были учтены различия в толщинах всех биологических слоев у мужчин и у женщин, и все оптические характеристики биологических слоев были получены из литературных источников. Моделирование проводилось методом Мондо-Карло. На данном слайде вы можете видеть результаты поведенного численного моделирования для случаев без патологического изменения, с наличием кислозной жидкости и опухолевых тканей. Таким образом отображается ход фотонов от источника излучения до детектора камеры. Таким образом отображается карта освещенности, которая представляет собой пространственное распределение фотонов на детекторе камеры, которые после поглощения различными биологическими слоями, собственно, дошли до детектора. Как видно из полученных графических зависимостей, существует сильное влияние анатомических особенностей пациентов, мужчин и женщин, то есть различие в их толщине гиподерма, и влияние наличия патологического изменения в виде кислозной жидкости и опухолевых тканей на результат диагностики. Для проведения моделирования в случае наличия гнойного содержимого в верхней челюстной пазухе и оптические характеристики данного патологического изменения были получены с помощью спектра фотометрического комплекса с модулем интегральной сферы. При этом было исследовано 4 образца, полученных из Орловской областной клинической полиции. Здесь вы можете видеть усредненные результаты, и можно заметить, что существует пик поглощения гнойного содержимого на длине волны 980 мм. Поэтому именно данную длину волны в дальнейшем мы промоделировали. Здесь вы просто можете видеть результаты моделирования. При этом были установлены различные значения оптической мощности, которые предположительно являлись более оптимальными для зондирования базовых носов у мужчин и женщин, так как они отличаются анодомически. Таким образом, на основании проведенного моделирования были обоснованы специализированные медиотехнические требования к нашему устройству, а именно длинный волн зондирования 650, 850 и 980 мм, и значение оптической мощности зондирования для исследования верхнечелюстных пазов у мужчин и у женщин. Следующей задачей являлась разработка метода и устройств цифроводия феноскопии с возможностью регистрации картины рассеяния света для дифференциации патологических изменений верхнечелюстных пазов. На данном слайде вы можете видеть принцип цифровой обработки получаемых картины рассеяния света, которые отображены в черно-белой шкале. Здесь каждой точке или каждому пикселю соответствует своя яркость, свое количество обратно рассеяния света, и мы поделили получаемую картины рассеяния света на 14 псевдоцветов с присвоением диагностического вала, где зеленому цвету соответствует полное отсутствие поглощения, то есть отсутствие патологического изменения, а черному цвету соответствует полное поглощение света, которое может быть вызвано наличием патологического изменения в пазове носа. Был разработан метод цифровой диафоноскопии, при этом изначально происходит регистрация картин наносения света на длинах полноцензирования 650, 850 и 980 км. Далее происходит цифровая обработка полученных картин наносения света и сравнение левой и правой базухи и количественная оценка зарегистрированных картин наносения света. Была предложена биотехническая система диагностики, а также спроектирована и собрана экспериментальная установка, которая включает в себя непосредственно светодиодный аппликатор, помещаемый в ротовую полость, который подсвечивает пазухи носа, цифровую камеру, которая регистрирует картин наносение света, блок управления аппликатором и регулятор яркости, который осуществляет выбор значения оптической мощности. Здесь представлены технические характеристики устройства, которые были выбраны на основании специализированных медико-технических требований. Следующий этап был проведение экспериментальных исследований с привлечением условно-здоровых добровольцев и пациентов с воспалительными заболеваниями в пазух носа с применением разработанного метода и устройства в условиях лечебно-профилактического учреждения. Был разработан протокол исследования, который состоял из четырех основных этапов, занимал порядка 15 минут. Исследования проводились на базе лор-отделения университетской клиники Московского государственного медико-технического университета имени Дакимова и на базе диагностического центра «Медискан» в Орле. На первом этапе проводилась подготовка оборудования, регистрация пациента в базе данных. Пациент заполнял информированное согласие, анкету здоровья. Далее пациент располагался в сведячем положении, производилась дезинфекция светодиодного аппликатора, затем аппликатор помещался в ротовую полость. Голова пациента вместе с цифровой камерой накрывалась защитным экраном, чтобы исключить влияние внешнего освещения из результата диагностики. Далее мы выбирали значение оптической мощности для исследования женщин и мужчин и регистрировали картины рассеяния света. Здесь представлены параметры исследуемой группы. Это было 30 условно-здоровых добровольцев, 21 пациент с различными заболеваниями. При этом мы сравнивали наши результаты с результатами КТ и МРТ исследований. Здесь вы можете видеть результаты исследования условно-здоровых добровольцев. Как видно, в области левой и правой пазухи отсутствует поглощение света. То есть мы можем сделать вывод, что отсутствует патологическое изменение левой и правой пазухи отображается в зеленом свете. Здесь представлены результаты исследования пациентки с мицитомой в правой пазухе и пациента с левосторонним синусидом. Как видно, в области пазухи с патологическим изменением присутствует сильное поглощение света. Это может быть вызвано сильными поглощающими свойствами патологических изменений. И мы подтверждаем наши результаты КТ исследованиями. Здесь представлены результаты пациентов с кистозной жидкостью и подтверждение результатов МРТ исследованиями. Как и в предыдущем случае, в пазухе с патологическим изменением мы видим сильное поглощение света. У нас одна минута осталась. Да, спасибо. Был предложен алгоритм количественной обработки зарегистрированных картин растения света. Мы определяли диагностические параметры. После этого была проведена статистическая обработка данных. И мы можем видеть четкую границу в рассчитанных показателях между пазухой в норме и пазухой с патологией. При этом в случае параметра интенсивности разница составляет в два раза. В случае коэффициента К разница составляет практически в 15 раз. Соответственно, была сформирована методика проведения диагностики. И, собственно, в дальнейшем планируем формирование классификатора для появления различных патологических изменений, проведение в дальнейшем набора экспериментальных данных на другой длине волны 980 нм и применение сверточных нейронных сетей для классификации пластей из патологии. Спасибо большое.